Рада приветствовать снова вас в студии Фудлайф, где мы будем готовить вкусно. А готовить вкусно мы сегодня будем с прекрасной Екатериной Тайшиной. Здравствуйте, Маргарита. Екатерина Тайшина – заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Член правления Союза театральных деятелей, член Всемирного совета танца ЮНЕСКО, лауреат всероссийских и международных конкурсов. 17 лет она являлась примой балериной Государственного театра оперы и балета. Сейчас Екатерина Тайшина – талантливый балетмейстер, чьи постановки захватывают дух и не оставляют равнодушным. Обожает готовить для своей семьи и радовать их интересными блюдами. Здравствуйте, Екатерина. Очень рада вас здесь видеть. Расскажите, пожалуйста, какие блюда мы сегодня будем готовить? Так как у нас время ограничено, я подумала, что было бы неплохо приготовить фунчозу с курицей с овощами. На заправке у нас будет соевый соус. К салатику он у нас будет довольно-таки обычный, потому что вы просили постараться приготовить что-то. То, что, например, людям было бы легко найти. Правильно? Конечно. Продукты у нас будут совершенно обычные, просто в самом салате у нас будет чуть-чуть интересная заправочка. Ммм, очень здорово. И на десерте у нас что? На десерт у нас будут вкусные фрукты с мороженым. Такой почти что, если не считать десерта, правильный ужин, можно сказать. Можно и так сказать. Так, ну что, с чего же мы начнем? Давайте с основного блюда. Давайте. Так, у нас есть тут куриное филе. Лучше сперва замочить фунчозу. Хорошо. Вот у нас есть чайник. Мне нравится фунчоза. Она очень легкая, полезная и при этом очень быстро готовится. Да, мне кажется, вот я работаю на двух работах. И мне очень нужно успевать, ну, прибежать со второй работы и успеть быстренько что-то приготовить для своих родных. И чтобы и были довольны, и сыты. Мы залили фунчозу кипяточком. И сейчас ее надо... Да, нам нужно всего лишь 3-4 минутки. И потом мы уже водичку выбьем, и фунчоза у нас уже готова. То есть это очень быстрое блюдо, когда надо очень оперативно что-то приготовить. Несмотря на то, что она готовится очень быстро, она также и полезна. И помогает поддерживать фигуру в балерине. Это тоже. Пока мы отложим фунчозу, и можно пока начать с курицы, да? А ее не надо будет сверху накрывать, в принципе, да? Нет, не надо, не надо. А, так интересно. Очень здорово так. Дальше у нас курица. Далее мы давайте порежем курицу. Нашу. Вот в этом блюде самое, что я заметила, что курицы или же индейка это может быть, да? Мне кажется, особо много не нужно, потому что у нас тут будет и овощи в довольно большом количестве, и фунчоза, она сама по себе легкая. И вот это вот, если сделать слишком много курицы, то будет такое нагромождение, мне кажется. Так что небольшое количество курицы мы режем с вами. И не обязательно какой-то определенный формат? Нет, нет, как вам нравится, все как вам нравится. Можно для тех, кто любит жареный лук, да, поначалу начать с лука жареного, приготовить лук, а потом уже курицу добавить. Но я как-то в эфире решила не плакать, поэтому сегодня я без лука, да. Расскажите, пожалуйста, как в вашей жизни появился балет? Балет появился... Это все мама, конечно же. Она с детства любила танцевать, танцевала в школе, ставила сама танцы, привила, знаете, она увидела книгу Московского хореографического училища, купила мне и как-то... А почему она мне купила? Потому что я с детства сама любила танцевать очень. Она это видела, и так получилось, что она нас троих, нас четверо в семье, сестру меня и младшего нашего брата она отдала в сюрприз, да, чтобы чем-то детей занять. Мы там танцевали довольно-таки успешно, нам очень нравилось. А потом, в итоге, в 92-м году она прочитала объявление, что открывается хореографическое отделение. Да, и вот мы тогда были в Колыме, на лето нас отвезли туда. Она срочным образом нас обратно привезла, и мы уже пошли на кастинг, подбор в то время еще. Вот. В наше время хореографического нашего училища не было, но сейчас это уже балетная школа. Раньше это называлось хореографическое училище, где мы учились. Мы учились при музыкальном училище как просто хореографическое отделение. Мы были самый первый набор, самые первые ласточки, да. И вы знаете, что сейчас наша труппа балетная состоит полностью из учеников, воспитанников именно нашей хореографической школы. Вот, полностью. А раньше приходилось детям ездить в Новосибирск, в Москву, в Санкт-Петербург. Ну, согласитесь, что немногие родители могут позволить себе, да, вот взять и оторвать от себя ребеночка в 10 лет. Ну, куда-то в другой, совершенно другой город. Я помню, что в сюрприз к нам приходили отбирать детишек и предложили мне поехать в Москву. Ну, хореографическое. Мы, конечно же, отказались. Я тогда испугалась очень. Уже получается, что можно в Якутске это все сделать. То мы с удовольствием пошли. И мама Наталья Семеновна тогда принимала, сидела в жюри. Я помню, Клавдию Алексеевну Иванову. И они знали уже нас, как солистов ансамбля «Сюрприз». И говорят, а где твой брат? Говорит, бегите за братом, пусть тоже поступает. Так и получилось, что мы вдвоем попали в хореографическое училище. У вас получается такая танцевальная семья. Да, мы довольно-таки творческие. Старший брат, он играл в ансамбле на гитаре, а мы танцевали. А вы никогда не думали о том, чтобы поменять свою профессию? Нет, никогда не думала. Я не представляю себя где-то в другой сфере. Ну, понятно, что это, может быть, было что-то творческое. Но нет, я нисколько не жалею. И считаю, что мама сделала единственно правильный выбор, когда отдала мне хореографическое училище. Скажите, а что же скрывается за кулисами? Как проводится работа балерин? Что вам дала эта профессия? Так. Ну, я думаю, что все не понаслышке знают, что это очень сложная профессия. Когда детки с малых лет трудятся, и не всем это, к сожалению, удается, это, во-первых, это сила воли, это характер. И, конечно же, нужно быть очень... иметь природные данные. Хорошие. Хорошие. Физические. Вот. То есть это дисциплинированность, это умение, наверное, не стрессовать, как говорится. Да. Стойкие нервы нам очень нужны. Вот наша фунчоза практически готова. Мы можем ее обратно перелить. Мы ее отправляем обратно. Ой, такая она прям красивая. Действительно, 3-4 минуты, и уже гарнир готов. Так, и что же, мы приступаем к овощам. Да. Это мы все потом вместе пожарим? Да. Так. Есть какой-то способ определенным образом надо резать, нет? Желательно, наверное, в полосочую. Да, так лучше. Хорошо. Так, а я баклажанчиками режу. Чем вас вдохновляет ваша профессия? Мне кажется, что жить надо творчески. Это касается не только творчества, это касается той же кухни, да, чтобы все было очень вкусно, интересно и красиво, чтобы приятно было. Не знаю, мне кажется, что вдохновляет в жизни вообще совершенно все на свете. Как правильно ходить в театры? Вот как правильно это нужно делать? Вот, например, некоторые зрители, они думают, что это достаточно такое скучное времяпровождение, да? Вот как правильно научиться туда ходить? Во-первых, нужно заблаговременно прийти. У нас, к сожалению, публика очень любит опоздать. Да? Да. И наш театр, храм искусства, и туда, конечно же, я вот замечаю молодежь иногда, бывает, хочется им взять или чипсов, или там что-нибудь такое, да? Так что дети, пожалуйста, ни в коем случае не приходите в театр с едой. Да, это не принято. Так, ну, мне кажется, если ты идешь на какой-то определенный спектакль, то если тебе интересно, можно это... Конечно, у нас есть программки, либретто, можно же узнать, у нас сейчас есть интернет, почитать как-то, вдохновиться. Чтобы быть в курсе той истории, которая происходит на сцене. Да. А каким самым большим достижением вы считаете для себя в своей карьере? Я проработала 17 лет, и, ну, я всегда мечтала ставить, всегда хотелось ставить. Но так как, когда ты начинаешь уже заниматься чем-то другим, то уже получается, что танец отходит на второй план, да, это все равно большая работа, совершенно другая. То есть, если ты работаешь физикой, а тут тебе надо придумывать и творить, это немножко отвлекает очень сильно. Но я в протяжении всего, ну, своей карьеры ставила всегда, по чуть-чуть, но ставила. И так, ближе к окончанию своей работы, к пенсии, я так скажу, я поступила в Арктический государственный институт культуры и искусства, у нас. Потом я перевелась в консерваторию Римского Корсакова в Санкт-Петербург. И я думаю, что вот именно это решение я считаю своим достижением, что я всегда об этом мечтала. Именно меня очень тянул Петербург. И очень рада, что я этой цели достигла. И вот у меня сейчас начался какой-то новый период в жизни, когда я уже работаю как балетмейстер, как постановщик, как репетитор, как педагог. А тяжело было уходить со сцены? Если бы я ушла совсем, то, может быть, мне было бы тяжело. Но сейчас я не считаю, что я ушла со сцены. Сейчас на сцены идут мои балеты, мои номера. Я работаю также в театре, я также работаю в хореографическом колледже с детьми. И я думала, что будет легче, если честно, да? Что я вот уйду на пенсию, я буду просто ставить, и как-то будет легче. На самом деле легче не стало. Работы также много. И так как ты работаешь с другими людьми, если раньше я работала для себя и тратила свою энергию только для себя, то сейчас очень много приходится энергии отдавать людям, многим. Очень сильно устаешь, но при этом очень приятно так работать и свой опыт передавать, и чему-то учить. И когда ты видишь, что люди становятся дети, артисты становятся лучше и как-то взрослеют вместе с тобой, то очень приятно, конечно же. Это достаточно такой кропотливый труд получается и внутренне сложный. Откуда же брать энергию тогда? Как вы, допустим, берете свою женскую энергию, может быть, вы что-то делаете, допустим, музычку послушаете, кушать, приготовите? Да, извини, что перебила. Музыка действительно очень вдохновляет. Если ты устал, включи музыку любую, которая тебе нравится, и тебе уже станет намного легче. Я знаю, что вы достаточно смелый постановщик, смелый хореограф, который достаточно классический балет любит превращать в нечто такое интересное. И я, если честно, когда вижу постановки, я сразу узнаю, что это ваше, потому что такие движения, другие, это не совсем классический балет. Как вы набрались только смелости для таких экспериментов? Вы знаете, когда я была балериной и пыталась экспериментировать с современными движениями, вообще с современным балетом, я действительно считала себя современным хореографом. Но когда я поехала учиться, я поняла, что я совершенный классик. То есть я далеко от классики не отхожу. Сейчас, вы знаете, балетный мир так переходит на контемпорари, это где совершенно они стараются отходить от рамок классики. И что мне, например, не очень нравится. Я все же люблю классику и стараюсь очень грамотно и, как сказать, бережно к ней относиться и не совсем ухожу от нее. То есть если я делаю что-то современное, то это все равно очень близко к нашему классическому танцу. То есть экспериментируйте в меру. Да. А с каких трех постановок, на ваш взгляд, нужно начинать знакомство с театром? Если говорить про балет, то я вам очень советую сходить на балеты Григоровича. Это же, конечно же, в первую очередь это «Ромео и Джульетта», мой любимый спектакль, который я танцевала очень-очень долгое время, постоянно. Я знаю, что вами восхищались в разных городах, когда вы были на гастролях, и здесь тоже вами очень восхищались в этой роли. Да, я эту роль очень любила и до сих пор люблю. Также я бы предложила сходить на «Спартак». Вы ходили на «Спартак»? На «Спартак» я не ходила. А надо, обязательно сходите. Достаточно такое фееричное шоу, там прям такая постановка, я вот видела, ну, отрывки такие. Это очень красиво. Григорович, конечно, гений. И музыка там шикарная, и костюмы, и так, как он ставит, я думаю, что не ставит никто. Насчет детского балета. У нас есть очень хорошие балеты «Полубенцева», это «Чиполина». Есть «Белоснежка» и с ним «Гномов», тоже довольно-таки интересный балет. Еще я предложила бы сходить на мой балет, «Страна фантазии». Очень интересный, яркий. Самое интересное, что нравится не только детям, но и взрослым. Интересно, а почему вы ничего не сказали про легендарное «Лебединое озеро»? Так вы спросили, куда лучше сперва сходить. То есть он для новичка, для того, кто только-только знакомится с театром, то есть это пока что... В первую очередь лучше сходить на что-то такое, как «Ромео» и «Джулетта». А потом уже идти на «Лебединое». Хотя, я не знаю, «Лебединое» – это, конечно, очень красиво. Это чистая классика. И если вы пойдете в первый раз, то я думаю, что никто не расстроится от этого. И, конечно же, «Шелкунчик». Новый год – это обязательный «Шелкунчик». А есть какие-то суеверия перед такими ответственными постановками? К суевериям я как-то особо не зацикливалась на них. Но, например, когда я уже с утра просыпаюсь и знаю, что у меня спектакль вечером, то я мало разговариваю. То есть я уже собранная, просыпаешься. Есть особо не хочется совершенно. То есть невозможно выйти, набив себе живот на сцену. Прям просто не можешь есть даже. Я практически не могла есть целый день. И желательно, конечно, приходить очень рано и уже морально готовиться, потихоньку уже начинать с грима, с макияжа. То есть все должно быть постепенно. Вот нет такого, что, например, примерить одежду примы для того, чтобы ее успех немножко перенять, посидеть перед ее зеркалом, там что-нибудь такое. Нет, вообще-то это совсем не принято. Совсем не принято? Не надо так делать. Я знаю, что театралы, например, на сценарию сидят, а вот балерины на чем они сидят? Нет, такого нет. Нет, такого нет. Это нужно обязательно проверить фуанты, все ли в порядке. Проверить тесемки, там, подчистить, если где-то что-то нужно. Проверить, все ли на месте, там. Я любила, например, все шпильки-невидимки расставить, все косметику, прям так, чтобы все было очень аккуратно разложено, чтобы я потом вот так не искала. Все по полочкам разложить, тогда уже и в голове в порядок, и спокойно собираешься. А вот конкурентки бывают? Я знаю, что в балете очень часто бывает такая конкуренция. Как у вас это все проходило? Ну, в нашей профессии без конкуренции никак. Но она такая, вы знаете, здоровая. Не там столкнул, пошел, и как я слышала, некоторые рассказывают, да, никто там в тапок, в панты тебе ничего туда, ни стекло, ничего не кладут. Ну, просто если ты стараешься, и ты лучший, то ты будешь успешной балерины. А как в этом стрессе постоянно обитать? Вот постоянно бояться того, что вот, не дай бог, сейчас что-то пойдет не так, вот перед выступлением, как же оно закончится? Это же такой физический... Да, это очень большой стресс, это очень стальные нервы нужны. Ну, не все, сразу скажу, что не все могут справляться с этим. Вот. И уже, например, некоторые могут и не дойти до спектакля, да, иметь в виду, там, что-то не получилось, решил, что, ну, не получается, там, или что-то случилось, там, вывих, подвернул, или, там, перетянул, спина заболела, вот, или же, как говорится, на больничный уходит. Да, надо быть очень стрессоустойчивым человеком. И... И спокойствие, главное, спокойствие, все получится. А сейчас самое время посмотреть нашу любимую рубрику под названием «Продуктовая корзина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, дорогие зрители! Приглашаю вас прогуляться со мной по магазину «Айгуль» и закупиться продуктами, которыми я обычно пользуюсь. Я мама большого семейства, и мои мальчики очень любят покушать. Вкусно, полезно и сытно. На завтрак я обычно готовлю обязательно кашу, например, вот гречневые хлопья. Только недавно я их нашла, и мы попробовали. Оказывается, очень хороший такой вариант, например, чтобы заменить овсянку. У нас обычно бывает на завтрак это овсяная каша, хлопья появились, кукурузная, пшеничная, манная. Чтобы разнообразить меню, я всегда беру разные хлопья. Также всем хозяюшкам я бы порекомендовала попробовать такие ассорти, когда несколько злаков в одном. Например, вот тут овсяные, ржаные, гречные, ячменные, пшеничные. Очень вкусно. Можно на воде приготовить, можно и с молоком. Здесь, конечно, комплекс всего-всего, и вашим родным обязательно все понравится. Я бы еще порекомендовала всем попробовать хотя бы один раз вот такие готовые соусы, например, кунчоса с говядиной. Вот такие в пакетиках обычно есть уже готовые рецепты, и можно его следовать им. Также я только что увидела самый любимый такой ингредиент, который используется в китайской кухне, а китайскую кухню мы очень любим. Это вот такой соус. Он добавляет немножко такой остроты, но не сильной. Здесь смесь красного перца, кунжута, арахиса. Мы обычно ее добавляем в говядину, и плюс берем побеги чистака, которая сейчас уже продается везде, в любом овощном магазине. Мои мальчики любят абсолютно любую кухню. Мы часто экспериментируем, и с удовольствием пробуем новые блюда, новые продукты. Например, пару лет назад мы открыли для себя разнообразные крупы. Например, вот кускус. Готовится очень просто. Ее заливаешь просто кипяченой горячей водой, оставляешь на 5 минут, и все, готово. Классно же, да? Например, еще мы часто делаем супы из смеси. Например, тут есть несколько видов чечевицы, гороха и так далее. И многие, наверное, знают, хозяюшки, то, что их нужно замачивать, ждать. Их я просто заливаю весной бельон и оставляю на определенное время. Когда все готовится, я добавляю немножко сливок, и блендера или крем-суп готов. Я бы хотела призвать тех хозяюшек не бояться экспериментировать и пробовать новое. Сейчас очень такой разнообразный выбор различных продуктов, и все они очень полезные. Например, вот та же чечевица, нут. Тут очень много белка. У нас очень много сейчас людей, которые придерживаются правильного питания. Им будет очень интересно попробовать вот такие, например, крупы. Если взглянуть в мою морозильную ларь, всегда можно найти фарш готовый, потому что мы ее используем в самых разнообразных целях. И маленькие дети очень любят фарш. Изделия из фарша, например, котлетки, фрикадельки, и можно их просто пожарить. Вот у меня есть такой рецепт. Я готовлю фарш и сверху просто добавляю кускуса и заливаю водой. Очень быстро готовится, полезно, вкусно и необычно. Мне кажется, любая мама всегда держит про запас какую-нибудь вкусняшку. И когда я хожу по магазинам, стараюсь всегда закупиться вкусными сладостями, чтобы частенько обрадовать своих малышей, ну и себя побаловать, потому что, почему бы и нет, уровень сиротина нужно поднимать и поддерживать себя в хорошем настроении, а шоколадки всегда в этом помогают. На этом завершаем наш совместный поход по продуктовому магазину. И я очень надеюсь, что каждая хозяюшка, телезрительница узнала и увидела что-то новое для себя, и ваш прием пищи всегда будет полезным, сытным и необычным. Мы уже нарезали практически наши овощи. И можем все это... Да, начинать уже можно. Так, приступаем уже непосредственно к жарке. Да, подождем, пока немножко подогреется оно у нас. На максимальный огонь лучше ставить или вот так вот на средний? Я думаю, на средний. Да, на средний. Можно на семерочку, в принципе, поставить. Пускай на восьмерочке погреется. Так, часто вы готовите это блюдо? Ну, нет. Стараюсь не часто, чтобы не надоело, да? А так, моим очень нравится. Это действительно очень быстро и вкусно, и сытно. А какие три блюда входят в ваш личный топ самых любимых? Ну, я... Да, я люблю... Вот в топе у меня фунчоза. Я люблю салаты. Что еще? Картошечку люблю. Пожарить. Ничего себе. А вот правда, что балерины сидят на очень жестких диетах перед выступлением? Ну, это зависит от человека, от его уже организма, мне кажется. Например, я, мне было достаточно... Очень огромной физической нагрузки. И когда у тебя бывает, что даже и покушать-то некогда. Бывает такое, что... Но я очень советую на будущее и артисткам, и вообще всем женщинам. Нельзя голодать. Это очень вредно. Ну, бывают, да, посты там какие-то. Но постоянно сидеть и голодать, это очень, я считаю, вредно. И никогда сама так не делала. Когда я пришла в театр, уже... Ну, это был переходный возраст, да, все немножко такие мы пухленькие. И я исключила мучное. И плюс было много работы, и как бы я стабильно вошла в свой вес. И до сих пор хожу, я уже третий год не работаю, как артистка балета. И у меня ни плюс, ни минус. А хожу именно вот в таком же весе, да. Так, я думаю, что у нас немножечко... Да, можно немножко оливкового масла мы добавляем. Можно делать на любом, можно и на растительном. Так, тут столько нормально еще? Нет, давайте еще, еще, еще. И можно добавлять, в принципе, мясо. Это у нас тут примерно сколько грамм? Сколько? Грамм 300? Грамм 300, наверное, где-то. 350. И это на порции 3. Да, Витя, подойдет? Такое название. А есть какие-нибудь продукты, которые частенько употребляют балерины? Как вот какой-нибудь такой лайфхак, может быть? Ну, на йогуртах сидят, может быть, особенно в поездках, в номерах. Все купят себе йогурты, что-нибудь такое. А перед выступлением, может быть, какие-то лайфхаки красоты есть, что-нибудь интересное. Я прям люблю такие вот рецептики, которые помогают упростить нашу жизнь. Да, выспаться надо просто, хорошо выспаться. Да, и быть собранной. Все, мне кажется. Это, конечно же, если про физические, то ноги обязательно должны быть у тебя готовые к выступлению. Не тяжелые. То есть надо обязательно там никуда не ходить, отдыхать, быть дома, высыпаться, слишком много не переедать. Ну, какие-то такие вещи перед спектаклем. И хорошенько выспаться, все. А какие есть минусы и плюсы вашей профессии? Ну, минусы – это, конечно же, травмы. Это, конечно же, все равно у нас такая профессия, когда тело все равно изнашивается. Это же постоянно надо насиловать его. То есть у нас все не так. У нас надо выворачивать, дотягивать, ломать себя, гнуться, растягиваться. Это все равно просто так не проходит. И поэтому наш век короток у балерин. 20 лет артисты балета. Вот их стаж. А если ты пришел с солистом или солисткой и работаешь больше всех, то уже 15 лет. Вот так вот. Очень трудно, конечно, входить в форму после родов. Правда, скажу. Ну, вы быстро вошли и сразу стали почти высыпать. Но было тяжело. Не скажу, что мне было очень легко и спокойно. Я сидела с ребенком до 7 месяцев. Кормила груди до года. А танцевала я уже после 8 месяцев. Да, у меня уже главная партия была. Вот. То есть месяц мне дали на восстановление. И все. Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться и продолжить готовку сразу после рекламы. Долгая черная пятница в гипермаркете «Айгуль». Скидки до 70% на сезонные товары. Товары для дома и кухни, посуду, а также всем необходимую бытовую химию и товары для гигиены. Закупайтесь по-черному. Я знаю, что вас с мужем тоже свел балет. Да, у меня муж бывший артист балета. Вот. Как же вы познакомились? В театре. Мы вместе работали. То есть вы же вместе даже участвовали в постановках, да? Да, да, да. Мы вместе с ним танцевали. По-моему, мы даже главную партию вместе танцевали, ведущую партию. Но тогда мы как-то не смотрели друг на друга, как на потенциального. Я не смотрела, как на потенциального жениха или как-то. Ну, во-первых, он был младше меня. И, наверное, вот его упорство и настойчивость как-то сделали свое дело. Вот. А кто из вас готовит дома чаще всего? Ну, конечно же, это я. Но муж у меня тоже очень вкусно готовит. Если у меня, например, спектакли до 9 вечера или вообще, ну, да, очень долго, если у меня нет дома, очень много работы, то муж всегда на подхвате, всегда поможет. Очень вкусно готовит тоже так по-творчески. А каково это первый раз прийти зрителям в театр? Достаточно такой вот момент, вы вдвоем пошли в театр и уже не на сцене. Какие у вас ощущения? Такое расслабление или же такое? Я не могу смотреть на балет в расслабленном состоянии. Я же, конечно же, это постоянно я вижу какие-то ошибки или там что-то недоделали, или не музыкально. То есть я постоянно сижу и вот это вот все просчитываю, смотрю в этом плане. То есть профессионал, мне кажется, не может прям сидеть и действительно наслаждаться. Это если действительно очень хороший, смотреть на прям на очень хорошего профессионала, чтобы вот так сидеть и наслаждаться. И прям расслабиться. Да, да, расслабиться очень тяжело. Особенно, когда ты, это твой балет, ты смотришь на свой балет или ты работал с этим человеком, артистом. То есть ты все время сидишь в напряжении и вот так вот как-то не расслабишься. А у вас были какие-нибудь такие моменты, когда вы падали на сцене, например? Был момент? Да, меня партнер бросил и не поймал. Как это так? Ну такое может быть. Ну я приземлилась не прямо так, я просто рукой и ногой так вот так вот схватилась за землю, встала. Я помню, что я ничего не помнила, а что дальше? Ну это такой стресс, немножко шок был, шоковое состояние. Ну не скажу, что он прям меня совсем не поймал. Он меня поймал совсем в другом положении уже, когда я там на полу была. Ну слава богу. Ну ничего страшного, там без травм, без ничего, но конечно. Ну вы продолжаете танцевать все равно, в том же темпе, все так же. То есть зритель ничего не должен заметить. Конечно. А сложно прийти потом в норму после такого или сразу вас учат, что вот ничего страшного, все, дальше продолжаем? Ну учить этому, конечно, нужно, но не все с этим справляются. То есть люди разные бывают. Кто-то сразу встанет. Ну я, например, на 2-3 секунды забыла, что я вообще должна делать дальше. И мы стояли, партнер тоже забыл, потому что он стоял на меня, смотрел большими глазами. Ну там по музыке, конечно. Музыку услышала, пошла дальше. Давайте мы уже добавим баклажанчиков. У нас прям очень много овощей получилось. Мне кажется, сейчас как раз вот нужно побольше овощей. Сейчас такой период, когда все-таки нашему организму необходимы витамины. Да. Когда вы ходите по магазинам, обязательно обращайте внимание на акционные продукты. Будь это кальмар, голень или кофе. А какие продукты всегда есть в вашем холодильнике? Ну, сыр обязательно. У меня сын очень любит сыр, и я по утрам люблю поесть. Яйца. Что еще? Мне кажется, практически все у меня всегда есть в холодильнике. А чего никогда, ни при каких условиях вы не отправите в свой холодильник? Газировку. Газировку. Пепси-колу, всякую. Мы, конечно, это не пропагандируем. А что еще? Ну, я стараюсь. Мы не сидим на какой-то конкретной диете, но я всегда стараюсь. Да, чуть поменьше можно сделать. Все в меру. Стараемся есть полезное. И рыбку, овощи, курицу в основном, да, едим? Жеребятину, говядину. То есть мы поочередно должны, то есть не сразу все овощи мы добавляем, а то есть поочередно. Сюда мы можем даже добавить немножко водички и дать потушиться нашим овощам. И можно даже крышечкой прикрыть, чтобы немножко потушилось. Так, мы накрываем крышечкой и оставим тушиться. Через минутку мы можем добавить уже перчика туда сразу. А почему все вот так вот поочередности? Это вот у нас баклажан, чтобы он пропитался, да? А это уже чисто для вкуса, чтобы не переварилось. Я смотрю, вы не добавляете чеснока, лука, вот вывели. Ну, нет, почему? Я люблю, просто сегодня решила сделать так. Так, все, я думаю, достаточно, да? Начнем добавлять, да? Ммм, потрясающе пахнет. Я вот прям обожаю баклажан. Он очень полезный. Можно делать перец, конечно, можно и чуть поменьше сделать, но на сегодня обильно получилось. Ничего страшного. Да, я думаю, лишним не будет. Все равно перец, он вот поднимает настроение. Я каждый эфир говорю о том, что чем разноцветнее блюдо выглядит, тем настроение лучше оно повышает. Вот поэтому, мне кажется, очень весело получается у нас тут желтое и красное. Так, мы перемешиваем. А фунчозу как мы добавляем? Фунчозу мы чуть погодя, мы сейчас еще потушим немножечко. Можем чуть-чуть прибавить на шестерочку, да, вот так. И можем пока приступить к салатам, наверное, да, пока оно тушится. Да, хорошо. Я вот иногда так боюсь отходить от сковороды, которая готовит. Ну, давайте прикроем крышечкой. Да, хорошо. Какой момент в своей карьере вы никогда не забудете? Прям он вам запомнился на всю вашу жизнь? Ну, вы знаете, таких моментов довольно-таки много. Это, конечно же, обязательно после, когда ты танцуешь в спектакль. Это, конечно же, когда признают тебя как, ну, я имею в виду, когда получаешь награды какие-то, да. Вот. И что еще? Ну, не знаю, мне кажется, учеба. Моя учеба. То есть вы постоянно развиваетесь, несмотря на то, что вы занимаетесь своей деятельностью активно, вы считаете, что нужно всегда совершенствоваться? Это обязательно. Человек, мне кажется, для этого и создан. Вообще никогда нельзя останавливаться на достигнутом. И вот, например, не идите одной тропой, ее же можно чуть-чуть, я не знаю, расширить, свернуть, прийти обратно. То есть, когда человек занимается одним и тем же каждый день, это, мне кажется, и самому очень скучно и неинтересно. Вот. Поэтому очень хорошо, когда человек многогранный, да, и легкий на подъем. То есть тебе сказали, например, если мне говорят, а пойдем туда, например, позаниматься там в тот же спортзал, или же, например, что-то еще какую-то... Авантюру. Да, авантюру такую. Вот я обязательно говорю, да. Так, и давайте мы приступим к нашему салату. Тут ничего сложного. Нарезаем овощи. Мне нравится в этом салате то, что можно добавить все, что тебе хочется. То есть то, что человек любит, то и добавляет. Я заинтригована соусом. Да, ну, он как бы не сложный, просто вкус придает уже такой пикантный, интересный. Да, вроде бы кажется, что состав достаточно простой, банальный, да, в какой-то степени, но при этом соус, он многое может изменить. Ну, это уже, видите, от человека зависит. Если ты хочешь, ты можешь сюда добавить все, что твоей душе угодно. Да, то, что тебе нравится. Вот все достаточно, да, будет или сколько еще добавить? Да, мне кажется, еще можно, ну, вот эти два. Еще вот эти два порезать. А вот ваш любимый балет, он какой? Вот именно как зрителя? Ну, я повторюсь, это опять-таки балеты Григоровича. У нас, например, идет это Армей Джулетта, Спартак и Лебединое озеро. Лебединое озеро, ну, вообще классические вещи, они идут в разных редакциях. А я люблю именно Григоровича. Вот. Если говорить не о нашем театре, если бы я поехала, то я бы с удовольствием посмотрела Анну Каренину, с удовольствием посмотрела бы «Даму с камелиями», сходила бы на балеты «Баланчина». А чем, на ваш взгляд, якутский балет отличается от других? У нас хорошая русская школа, но русскую школу же все хвалят, да? Она у нас, я считаю, хорошая. То есть у нас и с техникой, и со школой все в порядке. Но у нас есть самобытность. То есть, может, мы уже перемешаем. Вот у нас. У нас есть самобытность? Да. У нас есть своя пластика, своя манера исполнения. Азиатские корни все-таки они дают о себе знать. И это неплохо. Я считаю, что это у нас, ну, это плюс нам. И считаю, что это интересно. Так, ну, мне кажется, что мы можем уже добавить сюда соевого соуса. Примерно сколько? Сейчас на глаз, да, получается? Да, на глаз. Примерно делаем. Ну, это, мне кажется, каждый сам сколько захочет. На вкус только и добавит. А это слишком соленый или нет? Вот мы же заметили, да, что мы ничего не солили. Да. Да, обязательно нужно ничего не солить, так как у нас соевый соус. И так идет, уже дает. Пусть немножко еще чуть-чуть, минуточки-две, потомится. И мы уже добавим фунчозу, и уже будет готовое блюдо. Или же, да, пусть минуточку. Давайте чуть-чуть, я тогда закрою, да, его? Да, можно закрыть. А мы пока к своему салатику. А вот в кухне вы перфекционистка, вам очень важно, чтобы все было прям вот четко? Ну, вообще, я люблю все планировать, чтобы, когда мало времени, без плана никак. Ну, и так же на кухне. Думаю, что это обязательно такая процедура. Вот перчик, а я пока авокадо добавлю. Ой, авокадо, я вот его не заметила под всеми этими листьями. Да, авокадо добавлю. Где вы в Якутии нашли авокадо? А мне кажется, оно в любом овощном продается, нет? Ну, это очень полезный на самом деле продукт. Его нужно добавить совсем чуть-чуть, да? Да. Немного. Сейчас добавляем маслины, так, все прям. Да? Ага, все тогда вот так. Ой, у нас еще одна помидорка осталась, давайте я ее нарежу. Чушь. Так, добавляем авокадо. Ммм, то есть совсем чуть-чуть половинки авокадо... Нет, 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 надо как-то чуть побольше сделать. Побольше. Параллельно, в принципе, за час можно приготовить несколько блюд. Да? Спокойно. Спокойно. А что из мячного вы любите готовить? Из мячного? Ну, у меня сын очень просит всегда приготовить пиццу. Давайте мы сразу добавим. Пирожочки любим готовить. И тортик шоколадный. А то, что у нас получилось, вы обязательно узнаете чуть попозже. Предлагаю прерваться на небольшую, совсем маленькую, короткую рекламную паузу. Долгая черная пятница в гипермаркете «Айгуль». Скидки до 70% на сезонные товары. Товары для дома и кухни, посуду, а также всем необходимую бытовую химию и товары для вигиены. Закупайтесь по-черному. Можно немножко... Немножко вилочкой ставим? Угу. Чтобы наш соус пропитался, да, все-таки. Фунчозу, если уже на большое количество, можно добавлять там уже 5 штук, 4 штуки, 3. Мы всего лишь 2 добавили. Да, мы добавили 2, так как нас немного. Ну, в принципе, мне кажется, это получается очень даже приличная порция. Несмотря на то, что фунчоза, она такая достаточно прозрачная, вот, но, тем не менее, она безумно сытная. И очень хорошо идет с соусами. Прям вот отлично. И мы специально вот ее размешиваем для того, чтобы полностью соус у нас впитался, пропитался. И можем, в принципе, выключать. Да, можно уже выключать. У нас уже наше блюдо готово. Это основное блюдо, которое мы приготовили в течение нескольких минут. Мы еще тут заговорились, поэтому я думаю, что если бы... Можно и побыстрее его приготовить. А самое волнительное блюдо, которое вы когда-либо готовили? Ну, это, наверное, первый торт. Так. А что еще? Пирожочки. А ко мне? Для мужа. Для мужа. И как это все было? Вы прям волновались по рецепту, все готовили. Ну, во-первых, конечно же, нужно попрактиковаться прежде, чем... Мне, наверное, нужно чисто листочки открывать, да, Витя? Да, почему нет? Не столь важно. Самое волнительное блюдо вы готовили для своего мужа, да, получается? Так, теперь мы приступаем к заправке для соуса нашего. Это у нас винный уксус, оливковое масло и соевый соус. Давайте начнем с оливкового масла. Его нужно где-то одну столовую ложечку. Я знаю, что из оливкового масла очень классные маски для волос. Вот, допустим, можно размешать оливковое масло с яйцом, нанести на волосы, замотать все это дело в полотенце и проходить так минут 30-40. И тогда будет шикарная маска. Уксуса я добавляю не так много. Чуть меньше одной столовой ложки будет достаточно. А где вы вычитывали такой интересный рецепт для соуса? Я, когда училась, жила одно время со своей однокурсницей кореянкой. Она из Сеула, она была репетитором, она училась на педагога-репетитора, а я училась на балетмейстера. И мы в основном салатиками питались. Вот она мне показала вот эту заправочку. Надо обязательно перемешать. То есть я не советую это добавлять по отдельности, каждое все. Нужно обязательно это как-то все вместе смешать, и будет очень вкусненько. Вот и все. Все, мы это все заливаем аккуратненько. Аккуратненько мы это все залили и перемешали. То есть тут тоже нам не нужны соли, каких-то специй, ничего добавлять не надо. Салатик у нас уже готов. То есть получается тот соус, который нам пригодился для первого блюда, он, в принципе, и для нашего салатика. Сюда можно, мне кажется, если не авокадо, если вы не любите авокадо, можно и как греческий добавить ферту, да, сыр? Да, сыр. Тут можно делать как угодно. Так, все, салатик готов. Теперь мы можем приступить к десерту. А сейчас я знаю, что у нас будет такой достаточно вредненький десерт, который мне не терпится приготовить. Ну, мне кажется, он не вредненький. Для души очень даже приятно. Мне кажется, если его делать, ну, нечасто, иногда, он очень быстрый, легкий и очень вкусный. Давайте же скорее приступим. Давайте, мы разрезаем. Сразу скажу, что желательно фрукты держать в холодильнике. Они должны быть такие холодненькие, чтобы, да, мы сейчас, вот для смузи же обычно сразу же делают, да, такие вот, нам то же самое. Они должны быть холодненькими. Так, я почистила бананчик. А, вы так чистите. А я всегда делаю наполовину, чтобы не марать доску. Маленький лайфхак. И вот так вот сразу нарезаю, и все. Так, интересно. Я буду теперь знать. Это у нас все будет в блендере. Так, у нас вот сюда мы кладем, да? Мы правильно начали. Мы правильно начали с бананчиков. Давайте мы сюда положим это все. Вот, смотрите, как интересно. Надо будет все-таки украсть. Вот это у вас лайфхак. Да, вот так вот. Включаем блендер. Каждый фрукт мы отдельно смешиваем. Будем отдельно смешивать. Может быть, я пока начну очистить киви? Да, да, да. Хорошо. Так, вот я уже бананчик приготовила. Мы же киви тоже добавляем, да, как в смузи получается? Да. Мы тоже будем добавлять, да? Ну, рецепт, в принципе, схож, да, со смузи. Все взять, перемешать. Так, так, я в первую очередь добавляю мороженое, потому что оно тяжелое. Если мы сперва будем добавлять наши фрукты, то и сверху покрывать это все мороженым, то это все у нас упадет, и вся красота наша сломается. Мы это будем делать слоями, поэтому вот у нас ножик, порежем. Можно изначально сразу уложить мороженое, чтобы приобрело форму у нас в нашем бокальчике. То есть немного, да? Немного, немного, всего понемножку. А клубничка у нас, она для украшения? Нет, она у нас тоже пойдет в блендер, и будет самый, да, будет у нас самый верхний слой. Откуда вы берете рецепты? Мне очень интересно. Ну, мне кажется, все берут его из интернета сейчас. Ну, вот этот рецепт я себе летом нашла. Захотелось своим мужчинам сделать что-то такое летнее, вкусненькое и быстрое. Вы знали, да, что, например, в киве больше витамина С, чем в лимоне? Да, я знала. С цитрусовым. Так что, если вы болеете, можно не мучить себя цитрусом, а просто поесть побольше киви. И мы будем добавлять слоями, да? Да, слоями. Поэтому очень хочется вот наш первый слой вот так вот утрамбовать красиво, чтобы сверху мы сейчас уже бананчик пустили. И поэтому можно, мне кажется, изначально сперва приготовить вот так, ну, мороженое, а потом уже начинать заниматься фруктами, да, чтобы оно, пока оно у нас чуть-чуть портает. Так, мы можем уже добавлять банан, и потом мы возьмемся за киви. Чуть-чуть. Аккуратненько. По ложечке, да? Главное, сильно не замарать бокал наш. Ну, если что, можно салфеточкой притереть. И так делают даже в ресторанах. Ничего страшного. Так что ничего страшного. Ну, примерно по три столовые ложки, да, где-то даже? Три-четыре, мне кажется. И потом у нас опять будет мороженое. Нет-нет-нет, мороженое мы закончили добавлять. Если мы хотим сделать его побольше, да, то мы можем сразу. Главное, чтобы он у нас был внизу, потому что оно довольно-таки тяжелое. Наши фрукты такие у нас. Давайте мы до конца добавим уже, что у нас есть, потому что сейчас в этой же мисечке будем делать остальные фрукты наши. Обычно я всегда сразу промываю все, но я думаю, что мы здесь не будем этого делать. Давайте сразу все добавим. Киви можно делать и побольше, да? Кому что нравится, мне кажется. Вообще можно добавлять любые другие фрукты, которые вы любите и вам нравятся. Думаю, что здесь тут у кого какой вкус, у кому что больше подходит, да? Добавляем киви. Ну, мне кажется, тут не особо нужно считать ложки, а смотреть уже визуально. Зависит от самого бокала. Желательно, чтобы он был прозрачненький, да, чтобы все это было у нас видно. Все слои, чтобы было. Да, да, да. Да, в это время, пока у нас тут готовились к десерту киви, я тут уже нарезала клубничку. Мне нравится, что получились блюда достаточно такие разноцветные, которые поднимают настроение. Вроде очень простые, но в то же время веселенькие. Клубнику уже мы тоже в блендер. Аккуратненько. Так, у нас остался последний штрих, мы добавляем нашу клубничку. И сахара добавлять не надо. Не надо, ничего не нужно добавлять, все в своем соку, все очень сочное и вкусное. Да, сами фрукты у нас и так сладенькие. Получилось что-то такое похожее на смузи, да? Очень-очень красиво. Простой десерт, который можно сделать к любому столу, я думаю. И разделить на порции. Некоторые, допустим, делают на закусочку, просто фрукты кладут, да, в стаканчик. А здесь можно сделать это все немножечко оригинальней. Наш десерт готов. Да, теперь нужно протереть аккуратненько края наши. Так, я тут поменьше, чтобы было удобнее. Это такой лайфхак. Если вы, например, замарали тарелочку, ничего страшного в этом нет. Можно взять салфеточку и просто протереть по краям. Вот такая красота у нас получилась. Ну что, я предлагаю попробовать. Да, давайте попробуем. Надеюсь, вам понравится все. Для меня очень интересно вот сочетание баклажанов. Он прям здесь такой вкусненький получился. И все пропиталось соусом. Вот чем дольше вы оставите в этом соусе, тем лучше. Все-таки действительно мы правильно сделали, чтобы потушили, да, ведь дальше. И вы знаете, что это блюдо можно есть и в холодном виде. Оно будет не менее вкусным. И даже, может быть, кому-то так нравится больше. Шикарно получилось. Так, теперь наш салатик с очень необычным корейским соусом. Чувствуете нотки? Напоминает лето. Да. Если вы хотите вспомнить это прекрасное время года, то обязательно сделайте такой салатик. Потому что авокадо в сочетании, казалось бы, с обычными овощами, потрясающе. Какая женщина не любит десерт? Мне кажется, такой женщины вообще не существует. Поэтому давайте попробуем, что же получилось. Мне кажется, нужно захватить все три слоя, все четыре слоя даже. Если получится. Да, если получится. Сахар сюда добавлять не надо. Прям вот все в самый раз. Еще мне нравится вот эта кислинка, которую дает клубничка. И киви. И киви, да. На этом все. Обязательно записывайте наши рецепты. Фотографируйте их. Потому что они действительно вам помогут удивить своих родных и близких. Спасибо огромное, что посетили нашу передачу «Готовим вкусно» и рассказали о таких потрясающих блюдах. А мне самой было очень приятно. Спасибо, Маргарита, что пригласили. Я надеюсь, что многим по душе мои рецепты будут. И, да, применяйте. Мне кажется, это все очень легко, доступно и быстро, а главное вкусно. Фантазируйте и вдохновляйтесь, смотря нашу передачу. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.